доброго времени суток уважаемые рыбаки сегодня расскажу вам о замечательной мормышки под названием чертик чертик с каждым годом завоевывать все больше и больше положительных отзывов у рыбаков этот вид без мотылки стабильно показывает хорошие результаты даже в глухозиме связано это с тем что данная приманка возбуждает у рыбы не только пищевой интерес а и банальное любопытство среди рыболовов появился ряд представителей которые ловят рыбу зимой исключительно только на чертика и так что же такой чертик чертик представляет собой такую специальную мормышку с помощью которой можно осуществлять ловлю рыбы безнасадочным способом на черта можно ловить любую рыбу включая хищные виды и мирную рыбу внешний чертик представляет собой вытянутую приманку в форме капельки с тремя крючками с разных сторон данную снасть условно можно поделить на два вида чертик ведьма они различаются форме тела и количеством крючков по форме тела такая снастка производится больше разновидности от капелеобразной ли шаровой до удлиненных и сигарообразных моделей у этого метода имеются свои неоспоримые преимущества благодаря симметричной форме тела и ее сбалансированности вот чертик никогда не уходит в резонанс он всегда будет колебаться строго вертикальной плоскости весь процесс рыбалки представляет собой плавное подергивание за удильник выдерживая при этом соответственно необходимые паузы самое главное внимательно следить за кивком наличие крючков со всех сторон приманки дает хороший шанс зацепить успешно рыбу вы должны знать что при правильной посечке шансы ускользнуть у жертвы практически равны нулю чертик очень похож на малька рыбки иначе как объяснить что иногда поклевка происходит даже настоящую снасть тактика ловли заключается именно в активной игре приманкой естественно ловить лучше всего в заранее проверенных участках водоема ну рыба обычно скапливается в бровках как вы знаете затопленных канавах ручьях буграх такие участки обычно знакомы местным рыбакам как правило сверлится 10-15 лунок по прямой линии и данные лунки уже начинают облавливать процесс ловли заключается в игре чертиком с периодическими перерывами игра заключается в ритмичном подергивание приманки ну вот на высоту примерно до 50 сантиметров со слабым покачиванием удилищем после этого чертик опускается на дно соответственно выдерживается пауза и все повторяется вновь особенности проводки заключаются в особой технике удержания удилища существует два способа захвата прямой и нижней в случае если удочка оборудована рукоятка то возможно оба варианта советы по ловле на чертика приманка чертик очень похожа на лютку мы людка это такое рыбное лакомство можно сказать который представляет собой личинку стрекозы именно поэтому в период активного жора рыбы черт пользуется такой популярностью главное о чем следует помнить правильная настройка кивка чувствительность снасти конечно же техника рыбалки кивок для ловли на черта должен обязательно быть упругим сделанный стальной пластины или часовой пружины самая надежная длина срезанного на конус кивка составляет примерно 70 100 миллиметров соотношение ширины верхней части основания 1 2 вот именно такие параметры обеспечивают его устойчивость даже при довольно сильном ветре а интенсивность подъема мормышки а также часто клеба не следует подбирать на водоеме опытным путем считается что для хищных рыб эта величина должна составлять 250 колебаний в минуту для плотвы часто равняется 50 150 колебаний в минуту ну как вы понимаете такой вид рыбалки является очень интересным занятием любой при желании легко может освоить данную технику ловли но вот пожалуй все основные моменты ловли рыбы зимой на черта конечно вкратце не забывайте присылать свои фотографии полных вами рыб на почту которая указана в описании под видео также я подобрал онлайн магазины где можно заказать товары для рыбалки кстати там какие-то акции перед двадцать этим февраля заходите смотрите в общем в общем и 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 Субтитры создавал DimaTorzok